Сегодня в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ закончился один из самых резонансных процессов Бурятии. В отношении сразу девяти высокопоставленных сотрудников МВД, при этом отметим, все они были осуждены к различным видам наказания. Судом установлено, что в 2008 и в 2009 году бывший начальник технического надзора и регистрации транспорта управления ГИБДД Николай Бархутов и начальник отделения ГИБДД воинской части Анахой-2 Андрей Зимирев создали преступную группу, занимавшейся регистрацией так называемых автомобилей-конструкторов и получением взяток. В 2011 году в СМИ появилась информация, что шестым отделом МВД проявлялась незаконная постановка на учет не менее тысячи автомобилей. Уголовное дело рассматривалось более двух лет коллегии из трех федеральных судей. Рассмотрение данного дела представляло особую сложность, поскольку состоит из 80 томов в отношении девяти подсудимых. Оглашение приговора продолжалось пять дней. В отношении подсудимых рассматривались различные эпизоды преступной деятельности, но в первую очередь это незаконная регистрация везенного в Россию под видом автозапчастей, так называемого распила, который затем собирался в кустарных мастерских. Весь этот автохлам с поддельными документами затем выпускался в торговый оборот. По совокупности преступления путем частичного сложения наказания окончательно определить Баркутово наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием из правительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллиона рублей. Кроме того, бывший начальник отделения «Анахой-2» Андрей Зимирев был также приговорен к восьми годам шести месяцам заключения в колонии строгого режима с штрафом 700 тысяч рублей. Приговор осужденный понятен. Порядок обжалований ясен. Копию получите на руки в соответствии с законом. Судебное свидание закончено. Семь других подсудимых, получивших до трех лет лишения свободы, но освобожденные за истечением срока давности преступления, не скрывали своей радости. По мнению их адвокатов, все они были принудительно вовлечены своим руководством в преступную схему. На мой взгляд, что данный приговор объективный и, я считаю, справедливый. То есть, по мнению суда, что данные лица понесли реальное наказание, и суд посчитал, что от их действий наступили тяжкие последствия. Отметим, все осужденные имеют право на апелляцию в Верховном суде Бурятия в течение 10 суток. Намсарай, Намсарай, Сергей Костенко. Новости дня.